незаконным крымским мостом лучше никому больше не ездить потому что как и эту лишнюю конструкцию таки временно оккупированный полуостров ожидают сюрпризы а мы ожидаем что в этом нам помогут и наши западные партнеры откуда трампу везде кажутся фашисты почему они возле байдена а также о том не если а когда украина будет в нато у нас очень много вопросов и интриг и будем искать ответы по крайней мере пытаться прямо сейчас или на узлова меня зовут и со мной традиционно еженедельно юрий рашкин общественный и политический деятель из соединенных штатов америки а также депутат окружного собрания округа рог в штате висконсин юрий здравствуйте от души рады вас видеть слава украине героем слава всегда рад видеть вас ирина приветствую наших зрителей и слушателей благодарим что находите время врагов ожидают новые сюрпризы я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым крымским мостом это говорит кирилл буданов глава нашей разведки вот глава службы безопасности украины они всегда так или конкурируют или действуют вместе в связке неплохой такой очень эффективный для врага говорит что и сам крым тоже который не незаконно аннексированной российской федерации где ей не рады вообще никогда не были тоже ожидает там много новшеств и нововерных ведений и вот тут припоминается мне свежее интервью бы находишься на котором мы часто цитируем который говорит что еще год назад и надеялся что мой президент а также канцлер германии скажут мы поможем украине победить сожалению этого не произошло у нас есть ресурсы но все также не хватает политической воли это сделать те сигналы которые сегодня американский конгресс своим бездействием подает путину ужасный хватит ли политической воли в этом году юрий и в этот раз пошел 11 год вторжения россии в украину третий год открыли полномасштабной войны которую путин а продлил после того как аннексировал крым и пошел войной на восток нашей страны и и вот в на этой неделе мы увидели голосование в бундестаге касательно таурусов но говорят не все эксперты что шольц как то было и вопросе с танками ждет теперь решение от белого дома касательно атакамцев это все сложится в один пазл сюрпризы для крымского моста помощь от конгресса ну и возможно гербе говорит вопрос атакамцев большей дальности навсегда на столе никуда не пропадал американские военачальники часто любят говорить о том что большая страна может проиграть не выиграв а маленькая сторона может выиграть просто не проиграв и мы рассматриваем ситуацию которая наблюдается с крымским мостом с теми и с помощью соединенных штатов и видно что ситуация которая сложилась нужно гр россию не может она россия не может выйти из этой войны она увязла в ней даже экономически мы видим что российская экономика сейчас завязана на войне если бы не было войны а были одни санкции то россия не могла бы функционировать практически они так уже вассал китая поэтому они полностью зависит они не могут отойти и бросить эту войну теперь соответственно нужно прийти привести их состояние когда они не в состоянии воевать потому что желание у них видимо не пропадает на этом держится сейчас российская экономика и учитывая те неуверенные шаги мягко говоря которые мы видим из вашингтона это еще надо будет обсудить но я понимаю что на украинском военном командовании есть определенное давление привести каким-то решительным значимым результатом побыстрее возможно показать все миру что украина побеждает что и мы видим это уже регулярно это не если вы сейчас завтра сегодня знаете такая ситуация непонятно все может быть непредсказуемо но когда не будет крымского моста это просто часть того парада неожиданных в общем-то белых лебедей которые свалились на голову путину тот факт что украина уничтожает черноморский флот очень успешно не имея собственного флота и мы об этом говорили уже достаточно давно потому что когда первая лодка дрон потопила первый корабль после этого были определенные сомнения нужны ли украине все те ракеты которые такие мощные дорогие когда можно потопить дорогой русский корабль по послать его куда полагается ну лодкой которую можно купить просто коммерческими средствами это поразило слегка американцев и конечно говорит как они как любят говорить военачальники и политики о изобретательности украинского народа но тем не менее факт остается фактом и угроза от украины для российской военной машины продолжает существовать и только на раз наращиваться европа тоже не может бросить украину потому что понимает что они следующие и вот это знаете старый анекдот береги там одну национальность потому что мы следующие в этом есть определенная логика который сейчас просматривается мне кажется в действиях европы который может быть и надеется и ждет что все-таки американцы и соединенные штаты показывают определенное лидерство которое мы в общем-то настаивали это наша задача это наша позиция это наша работа так где же мы а мы погрязли в собственных раздрягах и опять же возвращается все внутренней политики а в это время европа продолжает понимать что они никуда не уходят и россия не уходит и на военные затраты растут и оборонные бюджеты растут и это не та европа которую мы помнили со времен второй мировой войны но сейчас ситуация меняется этот мировой порядок на который о котором так долго и многое говорили разные американские президенты изменился мы видим что европа играет намного более важную роль и должна играть намного более важную роль потому что соединенные штаты но в принципе это одна страна европа это союз и в союзе могут меняться лидеры а в одной стране тоже может поменяться лидер но это имеет намного больше влияние чем мы видим то что происходит по разным странам европы где в венгрии вроде бы даже наконец согласилась пустить швецию в нато за еще четыре самолетика ну что ж хорошо я убил я рад что они нашли способ поторговаться найти так сказать венгрии знала что швеция очень хочет поторговал и швеция знала что хочет венгрии предложила им эти четыре самолетика вдобавок уже кажется 14 которым поставили и сказали что они откроют у них центр искусственного интеллекта сам будет открыт в венгрии ну что ж значит венгрии будет интеллект это приятно но вот такие переговоры такие договоренности это то что мы сейчас наблюдаем и будем наблюдать и должны видеть это живая демократия это живые страны которые пытаются устоять перед натиском россии и те два года которые мы сейчас отмечают эти два невероятно тяжелых года войны я надеялся я вам скажу что это закончится намного быстрее конечно не я один потому что любой человек который смотрит на то как функционирует россия ну трудно представить что они могут эффективно что-либо делать но возвращаясь к первой темы то с чего я начал что большая страна может проиграть не выиграв россия этот вопрос должна еще очень изучить они еще не уверены а если мы еще больше людей потратим а есть еще больше оружия уничтожим может быть тогда бы нет нет большая страна может проиграть просто не победив и это только тот вывод тот обрыв которому приходит россия опять и опять потому что это то же самое что с ней произошло в афганистане но только я очень не хочу делать из украины афганистан я не я конечно этого не сделаю это делает россии путин руками своих солдат и все россияне там вопрос о том чья это война это отдельный вопрос но соединенные штаты предупреждали путина что если понадобится если украина не выстоит то из украины сделают афганистан наполнит его оружием и опять россия проиграет поэтому россия разбирается как она хочет проиграть она хочет проиграть военную войну или она готова проиграть партизанскую но мы видим что путин больше сейчас нацелен на партизанскую он решил все надеялся все захватить два года назад и продолжить свой геноцид которым он воюет но это дорога в никуда и просто знаете когда русские люди говорят что лучше сидеть дома чем сидеть в тюрьме ну можно лежать на кровати а можно лежать земле но это все равно от вас не зависит русских людей используют как если они знаете смириться со всеми теми ужасами которыми творит над ними российская власть и после этого еще поддерживают войну то трудно жалеть людей в такой ситуации невозможно я бы сказал особенно сопоставляя их с ужасом который наблюдают украинцы второй год подряд и уже два года и уже на третий год это идет но тем не менее несмотря на то что россия продолжает брыкаться и продолжает убивать свободная машина западной европейской и американской и японской экономики экономики растут экономическая мощь не не падает не не спадает мы знаем что европа и америка это кажется 50 триллионов долларов ввп в то время как россия это один триллион чего-то там поэтому экономически это выглядит ну безвыигрышные ситуации военным образом безвыигрышные ситуации но все это должны прожить реальные люди а это невероятно тяжело и я хочу выразить еще раз соболезнования всем тем кто потерял родных близких за эту невероятную барбарскую войну которую не должна была произойти и возможно запад мог сыграть более решительную роль но запад который мы видим сейчас это не тот запад который был два года назад и смена многих западных лидеров за это время тоже говорит о том что настроение менялись и два года назад санкции которые кажутся недостаточными сегодня но кто бы два года назад говорил про таурусы кто говорил про эйбрамсы про леопарды говорили о совсем других вещах поэтому разговор меняется разговор меняется не в пользу путина и это приводит к тому что расист будет десятилетиями откапываться из-за того статуса изгоя которые они себя но закопали и при этом еще надо будет им платить репарации так что ситуация становится все более печальной долгую для россии в то время как запад несмотря на то что наша республиканская фракция готова сражаться за путина столько сколько трамп потребует мы видим что все равно в мире достаточно стран и в америке достаточно людей которые этому противостоят и поэтому на 1 думаю что как мы можем еще до этого дойти именно до того варианта законопроекта который мы возможно сможет пройти палату представителей но люди не сдаются перед путина вот это знаете я вот покажу им кузькину мать такой сильный они все скажут о боже владимир путин самый сильный что хочет с нами и делай это россия а мы не россия друзья поэтому мы так не думаем и поэтому эти трюки здесь не работают мы уже упомянули санкции не один раз они каются так или иначе в российской федерации конечно же упоминал их 23 февраля джо байден за войну из-за навального 500 позиций новый пакет санкций называют его чуть ли не мощнейшим шокирующим так звучало от администрации а байдена и там утверждают что эти меры со временем задушат российскую экономику оборону и промышленность что в свою очередь помешает ей вести дальше войну против украины время конечно сейчас играет явно не на нашу пользу и западные медиа и эксперты пишут о том в частности bloomberg что а на самом деле соединенные штаты уходят от серьезных санкций и опасаются российской федерации что подрыв российской экономики свою очередь будет расшатывать экономику мировую поэтому санкции осторожно и не шокирующий волстрит жорнал пишет что новые санкции ша против россии лишь иллюзия решительных действий почему мы можем не согласиться или же на оборот согласиться с этими публикациями интересный вопрос и я думаю что видимо еще осталось место для санкций и я в любом случае рад потому что санкции это хорошо чем не санкции в россии нужно бить нужно искать всегда те кто пытая поэтому нас предупредили что будет много имен обозначенных которых мы никогда не слышали потому что эти санкции работают уже с теми кто уже способами как обойти санкции потому что сказали что как только были объявлены санкции что экономика и все эти средства что стало уходить через секретные службы они бы прячут деньги они используют подставных лиц подставных компаний но они всегда это делали в каком-то смысле и тут я вижу что санкции делают свою задачу выполнять свою задачу потому что задача была повысить издержки россии до по издержки россии повышаются мы видим эти корабли которые перезаправляются в открытом море сливают своих танкеры сливают свою нефть потому что они могут зайти в порт это это издержки это затраты но это еще нет те санкции которые нужны потому что санкции которые нужны это те которые остановят войну но если такие санкции способны ли что-либо именно привести Путина в то состояние, когда он скажет, нет, знаете, мы навоевались. Это была большая ошибка. Вот теперь, когда мы наступили вот сюда, да, это больно. Посмотрим. Пока что мы видим, что Россия все больше и больше содержится Китаем. И поэтому нужны тогда уже, видимо, торговые удары по Китаю. А с Китаем у нас сейчас как раз потихоньку вроде бы даже налаживаются отношения. И ожидаются две большие панды в Сан-Диего в конце лета. Поэтому отношения тут такие, знаете, непонятные до конца. А вот с Россией все проще. И поэтому тот факт, что были санкции, это правильно. То, что они могут быть жестче, это хорошо. Я рад, когда на президента давят с той точки зрения, что надо больше давить на Россию. Я так устал от республиканской партии, которая говорит, Владимир Путин и так сильный, Украина и так проиграет. Путин не может проиграть. Давайте срочно ему помогать. Не вспоминая вот той первой аксиомы, что государство может, большая страна может просто проиграть, не выиграв. Это говорит о том, что люди с трудом разбираются, и им запутал в мозге Трамп. А когда есть и Wall Street Journal, который противостоит, критикует Трампа, также критикует Байдена за то, что есть еще более жесткие санкции, я думаю, что этот месседж должен, по идее, хотелось бы, чтобы вы услышали и в Кремле, что есть еще куда-то, куда можно ударить, и еще какие-то санкции. Но мне кажется, что санкции, в конце концов, имеют относительно ограниченную возможность воздействия из-за того, что они не могут остановить уничтожение на поле боя, из-за того, что есть Китай. Поэтому Россия будет противостоима. Мы видим, что российская экономика встала на военные рейсы, и теперь это что? Получается, я думал, что это будет военный коммунизм, но это получается военная экономика с небольшой вариацией, потому что в любом случае все зависит от государства, от денег, которые выпускают и платят за заказы госструктуры, и какая там свободная экономика, этого уже там нет. Ну, тех количеств, которые это было еще несколько лет назад. Мы видим, что Россия встала на рейсы к стране-агрессору, их это устраивает, они этому радуются, они радуются смерти Навального. И я не говорю, что все, я знаю, что есть много людей в России, которые были невероятно этим и печалены, но есть много людей в России, которые этому радуются, которые не понимают, что их страна спадает в пропасть. И санкции, возможно, они говорят о какой-то слишком большой гуманности, Байдена, или о слишком большой, просчитывает слишком далеко, скажем, Энтони Блинкен, и считает, что нужно оставить какие-то рычаги для давления. Мы об этом слышали изначально. Если использовать все рычаги, то тогда на что же потом давить? Но главное, что нужно помогать Украине. Вот это, мне кажется, потому что когда мы говорим о санкциях, и говорим о том, что санкции могли бы быть еще более жесткие, то это нас может постепенно, а иногда быстро, завестись в ситуацию, когда мы говорим, вы знаете, Джо Байден и американская администрация не помогают тем образом, каким они должны. Они осторожны, они просто опасны, и поэтому нужен что-то другое. Вместо того, чтобы понять, что тот пластырь, который сейчас в состоянии предоставить Америка, это единственный пластырь, за исключением того пластыря, который может предоставить Европа. Но в конце концов, украинцы должны будут спасти Украину. И это высокая, так сказать, непростая задача, но Джо Байден продолжает являться самым большим другом Украины. Мы даже, я рад, что Германия так, значит, воспламенилась и готова принять, сыграть более большую роль, что они, ну, как-то стали более здравомыслящими в этой ситуации, но они все равно ждут реакцию от Джо Байдена, чтобы, как вы сказали, чтобы Джо Байден вначале передал атакам. Значит, все-таки от Америки еще очень многое зависит. И Америка может быть силой добра. И я уверен в том, что мы будем продолжать это делать, потому что мы должны. Сейчас идет подпись, сбор подписей в Конгрессе, и они ближатся к той цифре 218. Опять же, можем отдельно обсудить. Но просто насчет санкций, я рад, что есть санкции, я подозреваю, что есть санкции, которые еще не были использованы. Я уверен, что есть план, по которому, когда и в какие моменты эти санкции должны быть задействованы. И я очень надеюсь, что этот план сработает, потому что украинцам нужна помощь прямо сейчас. Как будто читает и параллельно слышит наши мысли и беседу президент Украины Владимир Зеленский. В минуты, когда мы записываем с вами Юрий интервью, происходит его большая пресс-конференция в рамках форума «Украина год-2024», где сегодня целый день все высшее военно-политическое руководство Украины дает свои комментарии и ответы на вопросы. И комментирует Зеленский вопрос относительно Атакамсов на 300 километров. Цитирую, «Мы понимаем, для чего не работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно. Нахожусь на позитиве от недавнего ответа партнеров». Но мы тоже будем находиться на позитиве. В то же время Зеленский в рамках этой же пресс-конференции заявляет, что у Путина есть планы до 2030 года, он видит себя до 2030 года, мы хотим закончить с ним раньше. Но проиграет Украина или нет, будет зависеть от западных партнеров, от того, будет ли оружие. Но у нас нет возможности не победить. И когда мы говорим, что, когда вы говорите, что Трамп готов, по сути, сражаться за Путина до конца, это как раз сюда и входит этот план, который он, давление, которое он осуществляет на Палату представителей на республиканское крыло. И возможно ли, что что-то изменится, когда выйдет Палата представителей с каникулы, это буквально за три дня? Все, в принципе, может измениться, когда Палата представителей выйдет из своих каникул. Но все-таки с оружием надо все-таки еще раз уточнить, мне кажется, из-за того, что вы только что сказали, Ирина, потому что есть же разные категории оружия. И когда мы говорим опять про если бы было только самое мощное, самое лучшее оружие, то тогда бы ситуация на поле боя кардинально изменилась, мы не видим пока доказательств того, что любое оружие, я не знаю, возможно, за исключением дживелинов в начале войны, сыграли такую роль, что вот сейчас появится и тогда все изменится. Потому что Путин согласен жертвовать тоннами и сотнями тысяч своих для того, чтобы достичь своих целей. Поэтому тут нужно количество, мне кажется, еще оружия, чтобы просто эти хуйни уничтожать. И так же, как качество оружия, которое, конечно, тоже нужно, но нужно и то, и другое. А то, что Конгресс в Соединенных Штатах сейчас, знаете, любят обсуждать, люди, которые недовольны политикой Трампа, считают, что спикер Джонсон российский агент. Он просто американский политик, который работает, понимает, где его, так сказать, масло, где мажут маслом его хлеб. Это у Трампа. Поэтому он просто делает то, что требует Трамп. И это, кстати, еще было написано в книге Фершетинского по поводу того, как КГБ захватило власть в России, когда пишет Юрий Фершетинский, что они поняли, что нужно захватить только одну позицию президента. Потому что захватил позицию президента, после этого в России можно делать, неодотворить ту полную контроль над страной, которую они сейчас имеют. И я вижу здесь очень похожий взгляд на Соединенные Штаты. Главное захватить позицию президента. После этого все остальные прогнутся под президента по собственным причинам, по собственным резонам. И это то, что делает спикер Джонсон. Плюс спикер Джонсон понимает, что единственное, что ему гарантировано, это то, что его сметут с власти, если за него не вступятся демократы, то есть противоположные партии, если он поставит на голосование законопроект о помощи Украине. Ему это обещали, это единственная уверенность, гарантия в его жизни, что если он поставит помощь Украине на голосование, то он, скорее всего, перестанет быть спикером. демократы уже пытаются построить какую-то коалицию, которая поддержит спикера Джонсона, если против него проголосуют Марджери Тейлор Грин и так далее, его свои попытаются съесть. Но это не решение проблемы, потому что спасти спикера противоположной партии от того, чтобы его свои съели, можно один раз, можно два раза, но вы же не будете все время голосовать за ту хрич, которую он предлагает, просто потому, что иначе его съедят. Он предложит какую-нибудь следующую глупость, и демократы скажет «давайте», и его опять будут ненавидеть также все демократы, как за секунду до этого к нему снисходительно относились. Поэтому нужно найти эти 218 голосов для discharge petition, или, по крайней мере, попытаться их найти, потому что, когда Конгресс вернется с каникул, у них будет буквально несколько дней, и это все будет потрачено на то, чтобы обсуждать, как они могут поторговаться по поводу продления бюджета, потому что вместо того, чтобы продлить бюджет, они его продлевают на 6 недель, на 8 недель, и вот все время живут на этом кризисе. Знаете, мы не просто дарим по тормозам, а мы так слегка по ним чуть-чуть нажмем и опять катимся в пропасть. Конечно, с точки зрения Дональда Фредовича, это именно то, что ему нужно, потому что он понимает, что чем лучше ситуация в стране, тем меньше нужна смена. Тогда как бы все остается хорошо, зачем что-то менять? Поэтому задача все это быстро развалить у него осталось до ноября. Но не знаю, насколько спикеру Джонсона удастся что-либо, просто потому, что понимание того, как важна Украина для национальной безопасности и авторитета Соединенных Штатов, играет сейчас, это понимание существует в Америке на более высоком уровне, чем я когда-либо наблюдал. Я очень рад, что мы действительно наконец видим это пробуждение, потому что так часто говорят, ну что же, американцы там, лидеры, политики, не понимают, что Путин. Понимают. Все понимают. И тот факт, что боремся с его агентами внутри страны, и ФБР, и вот это то, что можно опять же обсудить импичмент этот липовый, все это ведет к тому, что у республиканцев очень тяжелые ситуации будут на выборах. Но нужно проголосовать за продолжение бюджета через несколько дней. И мы слышим, что они, там есть какие-то дискуссии, несмотря на то, что они на каникулах, то они друг с другом там лидерство общаются, но все равно у рядовых членов партии нет, не партии, а конгресса, нет понимания, что же в этих договорах. У нас все время сейчас происходят какие-то договоры, которые делаются лидерской группой, а потом их осторожно показывают всем остальным и тут же требуют, чтобы они за это проголосовали. Не могу сказать, что это супердемократический процесс, но, видимо, учитывая людей, которые состоят сейчас в Сенате и в Конгрессе, показывать им договоренность, которая еще не полностью обговорена, слишком опасна. Могут непонятно, что сделать. Поэтому помощь Украине, видимо, как вам сказать, я, как человек, который смотрит вот на то, что происходит, я не понимаю, как они могут договориться. Джонсон не может согласиться, найти 218 голосов, мне кажется, почти невозможным. Взять российские деньги сейчас выведет более вероятным, и даже, я не знаю, мне легче представить, что несколько республиканцев, я не знаю, пять человек из Нью-Йорка, которые, скорее всего, проиграют свои выборы, потому что они республиканцы в округе, который выиграл Байден, что они могут переметнуться и сказать, вы знаете, наша партия не отвечает нашим интересам и стать демократами. В этом мне сейчас в каком-то смысле легче поверить, чем спикер Джонсон поставит на голосование законопроект о помощи Украине. Для него это просто гарантия провала. Поэтому будем искать способы и будем прорабатывать, но есть ощущение, что есть проблема, что ее нужно решить, и мы знаем, кто стоит на пути решения этой проблемы. Это Дональд Трамп и спикер Джонсон. И вот сейчас надо будет решать, но опять же, она нас праймарис, за праймарис, за праймарис, и у законодателей все меньше и меньше сил противостоять тому, кто, скорее всего, будет представлять республиканскую партию, Дональд Трамп. Да, Трамп и Джонсон, конечно, такие себе не лежачие полицейские, а бегущие, просто такие, которых не так-то просто и объехать. Президент Украины, выступая на конференции, говорит, что надежда на Конгресс США есть, мы рассчитываем на его поддержку. Также он добавляет весьма резонно, что поддерживать Украину нужно сейчас, а не до конца, потому что конец может прийти очень быстро. И вот, Юрий, когда вы упомянули, что не было еще такого оружия, которое бы прям сильно повлияло на ситуацию на фронте, сегодня министр обороны Украины, Рустам Умеров, который также выступает на форуме Украина год 2024, весьма резонно, логично и актуально отметил, что 50% вооружения, которое обещал нам Запад, приходит не вовремя, с очень большими задержками. И приходило не вовремя. И, в принципе, мы видим, что постоянно какие-то дискуссии, то от нас страна ждет вторую, то внутриполитические вопросы, то какие-то еще проблемы, которые мешают блокированию и помощи, то надо деньги найти, боеприпасов не было, нашли боеприпасы, надо найти теперь на них деньги. В общем, постоянно что-то не дает. И этот конец действительно может прийти очень быстро, если с такими темпами в день по чайной ложке, как говорил Джонсон, но другой, который Борис, что это все будет приходить, то мы же не в аптеке, конечно, и время играет на руку Российской Федерации. А что вот здесь делать? Потому что эти двое полицейских могут до 5 ноября, в принципе, торговаться, так за праймерис время и пройдет. Я думаю, что сейчас реальная надежда больше на Европу, потому что мы видим, что Соединенные Штаты будут помогать, будут сражаться за Украину, когда дело доходит до того, что не стоит денег. Потому что пока спикер Джонсон контролирует кошелек, то у президента Байдена есть возможность вводить санкции, у него есть возможность строить коалиции, помогать на экономическом, ну да, в каком смысле на экономическом, но больше на политическом уровне и представлять хотя бы поддержку, которая на самом деле тоже нужна, потому что все это нужно. И было бы очень, знаете, неплохо, если бы россияне, которые находятся за пределами России, поняли, что единственная возможность на Россию, которая будет чем-то отличаться в будущем от того, что происходит сейчас, они должны помогать Украине, помогать ЗСУ, помогать ВСУ, но они, это печально наблюдать от политиков российских, которые считают, что они таким образом становятся предателями, мне кажется, своей собственной страны, если они помогают, так сказать, противнику в этой ситуации, но этот противник, в кавычках, это единственное, что дает им какую-то надежду на то, что ситуация в их стране когда-то может измениться, и им нужно кардинально пересмотреть ту точку зрения, которую они придерживаются, в том смысле, кого они поддерживают и кто им наши, но это, так сказать, мне легче это говорить о Соединенных Штатах, я не призываю никого не выходить тут на улицы, я просто призываю людей, которые оказались в вынужденной иммиграции, подумать о том, почему они оказались и что может стать причиной того, чтобы они вернулись обратно, кроме похищения Путина, а это и только Украина. По поводу продолжения, по поводу того, что будет делать спикер Джонсон и по поводу того оружия, это давняя проблема, которую мы наблюдаем несколько лет, ну, всю каденцию Байдена, когда у него политическое ощущение, что если выделить достаточно денег, то тогда деньги будут выделены контракторам, контракторы выполнят свою задачу и все будет так, как полагается. Но все это начинается с выделения денежных средств. И вот они выделили денежные средства и ждут результаты. И выделили такое количество средств для, скажем, инфраструктуры, для вакцин, что большая часть работает, часть какая-то не работает. В результате получается вроде бы нужный эффект, потому что мы видим, что экономика растет как сумасшедшая, но при этом есть и сдержки, есть инфляция, есть не все так просто идеально. И когда дело дошло до помощи Украине, вначале выделили средства, но потом выяснилось, что нет оружия, которое нужно купить, нужно его производить, для этого нужны более долгие контракты. И мы видим, как эта ситуация развивается, какой долгий путь мы прошли за последние два года, и как нам еще далеко идти. Но поскольку все это происходит в демократиях, то этот процесс, он виден у нас на виду. А то, что происходит в России, которое, возможно, развалится и может развалиться завтра, Путина могут уничтожить между временем нашего записи, нашего разговора, и как только быстро оно выйдет, но просто это черный лебедь в белых точечках, потому что понятно, что Путина уничтожат, но когда это произойдет, непонятно. А демократия с ее предсказуемостью, с ее открытостью, является нашим уязвимым местом, потому что мы видны насквозь. И поэтому и возникают те проблемы, потому что демократия уязвима своей открытостью. Но эта открытость, это то, что и нас спасает от секретной, потому что мы нами правили, секретные службы, КГБ, ФСБ и все остальное. Поэтому наша открытость, конечно, приводит к тому, что нас легче критиковать, нами быть легче недовольными, говорить, вот вы здесь сделали ошибку, здесь сделали ошибку. А тот факт, что вам об этом все сказали, и вы знаете, что происходит, никто не говорит, но зато я знаю точно, что происходит, и у меня есть ощущение, что я понимаю ситуацию вокруг меня. А то, что происходит в России, это засекреченный режим гостайна, и нет никакого ощущения, что люди что-то знают, но зато развивается конспирология. То есть возможность необразованных и не информированных людей выглядеть, это попытка выглядеть образованными и информированными. Но мы можем, знаете, Путин в холодильнике, все вот эти рассказы, которые никак не такие, они более сексуальные, чем какие-нибудь рассказы о том, что не хватает денег на поставку или там поставок снарядов, проще сказать, Путин в холодильнике, о, вот это захватывает как бы воображение, но не является никаким образом реальностью. Мы видим, что этот сумасшедший «б**кин сын», как назвал его Байден, продолжает давать интервью, полчаса может распинаться про российскую историю. Мы не видели, правда, его дергающихся конечностей в этот момент, но тем не менее он есть, Путин есть, и Путин еще какое-то время будет. Это зло, которое является доказанием того, что это зло реальное. Так же, как и Трамп, с каждой своей речью доказывает, что зло реально. Но мы должны этому противостоять, у нас нет выбора. И доказывает, что меняются его изречения, также я сейчас о Трампе, он уже раньше коммунистов находил, теперь фашистов нашел, которые окружают Байдена, а Третьей мировой, в которой точно проиграют Штаты, даже если не вступят в нее, хотя надо подсказать Трампу, что Третья мировая и так на самом деле уже идет. Что это за риторика такая новая и победа Трампа в Южной Каролине? Ники Хелли говорит, что она все равно не сдается, интрига еще сохраняется? Интрига сохраняется, потому что у Трампа кончаются деньги. Ему срочно нужны средства на то, чтобы платить и адвокатам, и неплохо бы вообще вести избирательную кампанию, потому что мы знаем, что он там собрал 4 миллиона долларов, и из них 3 миллиона потратил на адвокатов. Это очень опасно для республиканской партии, потому что он сейчас еще собирается и присосался к деньгам республиканской национальной комедии. То есть это часть, крыло республиканской партии, как бы уже большая организация, которая собирает миллионы и миллионы долларов на то, чтобы помочь всем республиканским кандидатам. А теперь он поставил туда своих людей, одного, который считает, что у него выборы украли в Каролине, кажется, в Северной, не помню в какой, а вторая это его невестка, которую сказала, что самая главная задача республиканской партии это чтобы Трамп выиграл. Все остальные кандидаты, неважно. И они идут таким образом к очень интересному краху, который выглядит как-то непонятно, потому что он выигрывает вроде бы, но придет к краху. Как так получается? Но в Южной Каролине он набрал всего 60%. Ники Хейли очень сильно себя показала, набрав 40%. Все знали, что она проиграет. Это не вопрос. Уже были шутки о том, что она собирается крупно проиграть в Южной Каролине, а потом собирается проигрывать дальше. Но вот такая у нее задача. Она как шлюпка. Она показывает, что есть еще место, где можно спастись от этого Титаника, куда еще можно сбежать. И туда все больше и больше людей перебегает, в то время как Трамп все больше и больше уходит под воду. Потому что я не знаю, если айсберг это американская демократия или американское правосудие, или вообще просто Америка, на которую напоролся этот Титаник под названием Дональд Трамп. Но ситуация у него с точки зрения своих очень хорошая. А с точки зрения снаружи выглядит как-то так страшно, но есть очень много надежды, что он просто, ну, как сказать, шансы того, что он выиграет, эти же результаты в Южной Каролине не подтвердили особенно сильно. Потому что когда президент, человек, который представляет себя главным кандидатом, он, ну, действующий президент, у него же, как мы все помним, украли выборы, значит, он действующий президент. Действующий президент должен набирать 90% на праймарис. А Трамп, как не может, знаете, он 60% набрал. И Ники Хейли молодец, потому что, несмотря на то, что у нее никаких шансов выиграть, она продолжает получать деньги. А праймарис заканчивается на том, что все остальные кандидаты, кроме главного, не получают денег. Все говорят, ну, явно, значит, это проигрышный вариант, зачем вкладывать в лузера, давайте вложим в победителя. И на этом праймарис всегда заканчиваются. А тут Ники Хейли не выигрывает, но деньги продолжает получать большими количествами. И она собирает больше денег, насколько я помню, она что-то 12 миллионов собрала в январе. То есть она будет еще в избирательной гонке набирать себе очки и ждать, что произойдет долго. А это очень опасно. Ну, долго, будем осторожны. Пока что она сказала, что она продержится до супервторника. Но каждый день, который она продерживается, это реклама для Байдена, которую она делает, и она безбожно критикует Трампа. И единственный вопрос, который нужно задать избирателям Ники Хейли после того, как они проголосовали, это когда кандидатом от республиканской партии станет Дональд Трамп, вы за кого будете голосовать? Вы проголосуете за Трампа? Или вы не будете голосовать? Или вы проголосуете за Джо Байдена? И вот это сейчас, наверное, единственный вопрос, который осталось разобраться с этими людьми, которые республиканцами и демократами, которые поддерживают Ники Хейли. Какие же у них шансы, когда Трамп наконец заберет себе номинацию? Но в это время Трамп бушует и ищет, кто же у него будет вице-президентом. И пока что это, видимо, самый главный кандидат, это сенатор Тим Скотт, черный сенатор из Южной Каролины, который громким голосом призывает всех голосовать за Трампа, потому что он такой прекрасный и невероятный. Как сказал Трамп, когда я наблюдал этого Скотта, когда он сам избирался в президенты, я не был впечатлен, он так плохо и мало говорил, но выяснилось, что этот Скотт очень хорошо, он просто не любит говорить и себе, сказал Трамп, но он очень хорошо говорит о Трампе. Поэтому сейчас он является большой надеждой для себя, по крайней мере, что он может стать, он предал Ники Хейли, и теперь, значит, может стать, потому что Ники Хейли его назначила, Тима Скотта, а он поддержал Трампа. Это хороший знак для Трампа, он любит предателей. Поэтому очень хороший шанс, но Рон Джонсон сказал, что, знаете, есть проблема, потому что Тим Скотт, он черный, а нам такие в республиканской партии, это не то, чем мы должны заниматься. Поэтому у них в республиканской партии, знаете, когда Дональд Трамп выходит и говорит, он всегда проецирует, так сказать, свои страхи, и он говорит, никогда наша партия не была так едина, как сейчас. Это говорит о том, что в республиканской партии сейчас большой раскол, и когда Трамп вызвал на сцену Линдзи Грэма, которого, я думаю, даже многие зрители в Украине уже теперь знают, его, этого Линдзи Грэма, он республиканец, для тех, кто забыл, его громко-громко освистали свои же республиканские избиратели, потому что он то с Трампом, то не с Трампом, надо быть с Трампом 200% времени, если ты хочешь быть хорошим республиканцем. Поэтому там идет серьезный раскол, и Ники Хэлли ждет, когда этот замок рухнет, и надеется, что календарь тут сыграет в ее пользу. Посмотрим. И не в пользу вот таких протрамповских всех элементов и его, и будем надеяться, что на дно они с Путиным друг друга, возможно, утащат. Потому что так хотят, видимо, за счет друг друга выплыть, но не получится. Юрий, спасибо вам огромное за этот разговор, за детальный анализ, за интереснейшие ваши мысли. Благодарю, что еженедельно находите время. Всегда рады вас видеть. До новой встречи. Большое спасибо вам. Юрий Рашкин, общественный и политический деятель Соединенных Штатов Америки, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин оставляйте свои комментарии, а также подписывайтесь на YouTube Юрия, Рашкин Репорт, очень легко его найти, также в соцсетях можете найти Юрия. И на YouTube 24 нам будет очень приятно. Главное, именно ваша подписка поможет продвижению наших бесед. Так сейчас работают алгоритмы YouTube. Берегите себя, верьте вооруженной силе Украины, победим!